Итоги года для Брестского региона в сфере торговли и услуг были подведены накануне в стенах облсполкома. Графики и диаграммы, сопровождающие монолог выступающих, наглядно продемонстрировали те позиции, где удалось достичь запланированных показателей, а также те, в которых требуется введение дополнительных мер. Так расширить существующий потребительский список должны товары белорусского производства с соответствующими качественными параметрами и характеристиками. У нас должен быть больше сделан акцент на товары отечественного производства. То есть нашим торговым сетям нужно наладить взаимовыгодные и долгосрочные контракты с нашими отечественными производителями для того, чтобы белорусская продукция была достойно представлена на полках. И, естественно, чтобы была приемлемая цена на нее. Брестская область абсолютно в тренде, так скажем, последних событий. Ситуация стабильная, то есть никакого дефицита юридических товаров на рынке не допущено. Поэтому я оценю работу как положительную. Работа системы торговли – прямой показатель того, насколько эффективно функционирует экономика, какой потенциал и приоритеты у людей. Именно эти цифры по итогам года составляют реальную картину общей обстановки в регионе и в стране. 2020-й для торговли был непростым. Во многом сказался период пандемии, который наложил свой отпечаток на покупательские приоритеты. Реже люди стали приобретать дорогостоящие вещи и бытовую технику, однако прибавился удельный вес продовольственных товаров, причем, как правило, отечественного производства. Однако остро встал новый вопрос – спекуляция на ценообразовании. В качестве приоритетного направления для деятельности на 2021-й будет контроль за стоимостью товара в первой необходимости. Здесь меры воздействия будут носить в том числе и административный характер. Мы будем, конечно, принимать все меры, даже уже не популярные меры административных характеров, тем субъектам торговли и не только торговли, которые будут нарушать требования законодательства по недопущению необоснованного роста цен. Параметр нам определен по индексу потребительских цен на социально значимые товары. И наша задача выполнить этот показатель. Развитие сети магазинов шаговой доступности – еще одна важная составляющая успешного развития системы торговли. Проекты застройки последних лет стараются максимально охватить всю необходимую инфраструктуру. Результат уже заметен. Причем, так должно быть и в городах, и в небольших населенных пунктах. Мы будем двигаться именно в развитии уже торговых объектов шаговой доступности, именно в развитии торговли на селе. Именно стоит задача приравнять условия жизни людей на селе к жителям города, чтобы люди нашей области получали всестороннее качественное торговое обслуживание, ну и в том числе развитие общественного питания и бытовых услуг. Кроме того, актуальным останется и вопрос соблюдения санитарных норм. За период с марта по декабрь 2020 специалистами Главного управления торговли и услуг проведены обследования 343 объектов, 105 из которых установлены факты нарушения требований разного характера. От отсутствия продавцов средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств для обработки рук покупателями до соблюдения ассортиментных перечней. Тема сохранит свою приоритетность и на год текущий.